К новостям спорта. В повторном матче хоккейный клуб Сарарка-2 уступил по Владарскому РТШу, причем с тем же счетом 1-2. Только на этот раз дополнительное время. Главный тренер нашего фарм-клуба Михаил Пикалов после матча заявил, что претензий по старанию и самоотдаче к своим подопечным не имеет. Действительно, в чем обвинять фарм-клуб, имеющий дело с основным составом принципиальнейшего соперника? Ведь бойцовские качества караганинцам не откажешь. Уже на шестой минуте матча легионер гостей Мартин Хьюса открыл счет, но спустя пять минут Андрей Батрудинов с подачей Жданова и Кузьмина результат сквитал. Оставшиеся 49 минут основного времени все потуги команд поразить ворота соперника остались безрезультатными, и матч перешел в овертайм. А вот дополнительное время длилось всего 23 секунды. Именно столько понадобилось Иртышу, чтобы поразить ворота Литуновского. С подачей Хьюсой отличился Сергей Мирошниченко. Андрей Кузнецов, Олжас Габасов, Первый Караганинский. Между тем, завтра после перерыва, связанного с играми сборной Казахстана, в рамках отборочного цикла чемпионата мира, возобновляется регулярный чемпионат страны по футболу. Действующий чемпион Карагандинский Шахтер проведет выездной матч с Уральским Акжаиком. На данный момент, после 21-го тура, горники делят первое место 100 болом. У обеих команд в активе 41 очко. Ближайший домашний матч Шахтер проведет 23 сентября с Ункаром. А завтра, 15 сентября, на центральном стадионе Шахтер состоится уникальное событие. Женская сборная Казахстана по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата Европы встретится с одной из сильнейших сборных мира Германии. Подробные отчеты о матче смотрите в нашем следующем выпуске новостей. На спортивной ноте мы завершаем наш выпуск. Я напоминаю телефон нашей редакции 420649. Также не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Сао Бонздар. Сао Бонздар.